Здравствуйте! Вы, наверное, удивитесь, что у меня здесь произошло. А произошло то, что после более чем 6 лет, в прошлом году, когда была тяжелая зима и были морозы, у нас лопнул пластик. Мы поменяли пластик, и один из моих друзей не очень рассчитал. В общем, снова у нас отошла планка. Теперь мы снова переделали, и вот такая возможность нам представилась, показать вам, как же все-таки будем делать бассейнчик. Ну, у кого есть мастеровитые мужья, или друзья, или братья, отцы, могут сделать вот такое вот сооружение, или немного другое сооружение. У меня вот такое. Оно не такое огромное, как кажется. Коля, подойди сюда. Коля у нас стесняется. Вот, посмотрите, человек нагнулся над этим бассейнчиком. Видите, что он небольшой. Просто так кажется, что он большой. А теперь мы займемся укладкой вот этого вот пластика. Я не буду показывать полностью, смысл будет понятен. Нам нужен толстый пластик. Вот здесь у меня вот такой, но можно даже поплотнее. Вы можете взять любого цвета. Я взяла прозрачный. Можно взять голубой пластик, можно взять любого цвета, в принципе. Сейчас мы займемся укладкой. По-видимому, сделаем двойной пластик. Посмотрим сейчас, если он сможет сложиться. Получилось у нас вот такое сооружение. Края мы еще не доделали. Подвернем, закрепим хорошенечко. Можно, в принципе, обрезать, но мы подвернем. И на данном этапе можно поставить растение, положить грунт, камушки. Но я не знаю, буду насыпать я камни или нет. Все-таки вес довольно тяжелый. Это сооружение у меня на ножках. Так что посмотрим, я подумаю, буду ли я класть камни или нет. Ну, в любом случае, почти готово. Я покажу, как это будет выглядеть, когда заполнится водой. Ну, вот, мы заполнили водой. Растение сейчас постепенно-постепенно развернуться в сторону солнца. Здесь вы могли бы положить, мы могли бы положить грунт какой-то, камушки. Но, в принципе, я не хочу утяжелять. И так воды много. Получается около 300 литров. Поэтому я не буду украшать дно. Так или иначе, постепенно-постепенно из горшков высыпается, вернее, вымывается слегка грунт. Ну, и будет такой а-ля натурель, так сказать. Если делать все, как положено, то этот бассейнчик должен настояться, по крайней мере, две недели. Но времени у меня маловато, потому что я хочу перенести все-таки рыб. В более приемлемые условия. Я смотрю там, что делают другие рыбы и отвлеклась. Циперус мы подвязали. Мне пришлось его обрезать, так как корень был огромным. Вот вы видите, что там творится. Еще одну половинку я отрезала, но пока она у меня, я ее отдам. У меня попросили. Как я уже сказала, эти краешки мы заделаем по-другому. И пустим рыбок. Этот момент я тоже вам покажу. Мы еще не доделали края. Я сказала, что мы прижмем края. Вот такие вот у меня еще пока остались. Я никак не могу решить, то ли завернуть их, то ли обрезать. Но все это будет сделано в скором времени. Русмеется, все устоится. Все будет очень красиво. И через некоторое время мы будем любоваться на наших рыбок и на наш прудик. Вообще-то хорошо бы выдержать две недели прудик, чтобы там образовался микроклимат, микроорганизмы развились, те, которые нужны для жизнедеятельности рыбок и растений. Такой симбиоз, чтобы образовался. Но времени у меня не было, я не могла держать их в тазу, я была неподготовлена, поэтому все произошло гораздо быстрее. Ну, я думаю, что все будет нормально. Должна отметить, что первое время вода может мутнеть, даже будет мутнеть, не пугайтесь. Экосистема должна устояться, должны начать работать микроорганизмы. Все установите, вода станет прозрачной. Это все нормальное явление. Ну, а здесь у меня прудик, так сказать, для одной лилии. Вот, для одной кувшинки. Она у нас вышла на поверхность. Сейчас уже вечерей, поэтому она закрылась. Вот такая вот у меня карусель. Всем хорошего вечера. Ну, а этот кусочек видео для таких же жалостливых, как я, не удержалась. Кормила их недавно. Ну, не недавно, а днем кормила. Но в жизни не ели. В течение нескольких секунд все это уничтожается. Это впечатление, что рыбы больше никогда в жизни не ели и ничего не будут есть. Они такие забавные, даже вот если... Даже мои пальцы не боятся. Вот они вот. А я их сейчас с камерой напугала. Желтенькая, это у нас самочка. Этот красавец самец. Вот он за ней идет следом. Ну, а все остальные их дети. Можете себе это представить? Кстати, у одного был черный хвост. Какой красивый, посмотрите. Ну, он поменял цвет опять. Бедный, голодный. Ты голодный? Голодный. Вот такие вот они у меня веселые. Ну, вот, в общем-то, и закончилась наша перестройка. Вернее, обновление. Рыбы уже второй день. Освоились они моментально, как будто мы их и не вынимали из их старенького домика. Очень-очень довольны. Разумеется, подняли муть. Но все это отстоится. Такие вот. Мне повезло. У нас очень много ливней. Было много дождевой воды. И добавила немного дождевой воды сюда. Ну, вот так мы веселимся. Нам очень-очень весело. Веселые рыбки. Забыла сказать, что, ну, это те, кто делает такие сооружения, знают. Когда вы постелите пленку, нужно поставить на дно горшки с растениями, налить воды, где-то одну треть, по крайней мере, чтобы пленка легла ровно. И затем уже закреплять пленку, воду эту потом слить и уже заполнять нормально. Ну, технологии бывают разные. Вот у нас такая технология. Я же кормила вас недавно. Опять голодные? Ну, худые рыбы какие. Вот такие худые рыбы. Вот такое было внеплановое видео о устройстве прудика, маленького прудика. Ну, у меня на веранде. Вы можете сделать где-то во дворе, если у вас немного места. Спасибо. Если видео было полезным, как обычно, ставьте лайк. Ну, а если есть какие-то вопросы по устройству, если я что-то забыла, что-то пропустила, пишите. Отвечу за руль. Отвечу за руль.